Здравствуйте, здравствуйте, садимся. Значит, тема наша с вами сегодняшняя исключительно сложна, поскольку мы говорим о романе, который стоит и в русской, и в мировой литературе абсолютно особняком. Тема наша сегодня Обломов – русский психоделический роман. Не психологический, подчеркиваю, а вот что такое психоделика, вы мне сейчас объясните. Есть уже первые желающие, пока я пишу тему? Ну, обычно это что-то абстрактное, влияющее на психику. Нет, ребята, абстрактное, влияющее на психику – это слишком сильно сказано. Ну, давайте, да, пожалуйста. Ну, это что-то ненормальное, что-то абсурдное в большей степени. Да тоже нет, ну почему психотелический обязательно абсурдный? Ну, давайте. Что-то искажающее реальность? Что-то искажающее сознание, влияющее на него, помимо смысла сообщаемого слова. Это воздействие на ум либо с помощью веществ, либо с помощью нерелингвистического программирования, либо с помощью гипнотических техник. Одним словом, это воздействие на читательский, слушательский, да, зрительский мозг не вполне дозволенными приемами. Есть писатели рассказывающие, таких много, есть писатели показывающие, с невероятной изобразительной мощью, где фабула не так важна, как важен именно изобразительный ряд, а есть писатели гипнотизирующие. И, в общем, надо сказать, что литературные техники Гончарова стали достаточно широко распространяться только в 20 веке. Не будет преувеличением сказать, что для современников все-таки Гончаров остался писателем непонятым. И сами механизмы его воздействия на читательский ум оставались слишком экстравагантными и, может быть, даже запретными. Давайте проведем пятиминутку честности. Кто читал Обломова? А кто действительно читал Обломова? Потрясен. А кому было интересно читать Обломова? Врете? Ну, врете. Ну, не на то рассчитана книга. Ну, значит, Гончаров не достиг своей цели. Обломов скучный роман. И скажу вам больше, скучность этого романа несколько раз приводила к тому, что он даже на моей памяти дважды изымался из школьной программы. Потом усилиями передовых учителей, там усилиями, в частности, Ильина в Петербурге. Он возвращался в школьную программу. Потом опять оказывалось, что дети его не читают. И даже были долгие споры, не следует ли нам Обломова заменить на второй толстовский роман на Анну Каренину. Потому что Анну Каренину это очень интересно. Это про любовь, и дети всегда это читают охотно. Обломов действительно книга изумительной и, я бы сказал, какой-то почти наглой дерзости. Русская литература вообще, как мы с вами уже говорили, литература довольно наглая. Потому что она молодая, потому что ее приемы это приемы дерзкого подростка. И она, в общем, не очень старается с читателем считаться. Наоборот, она этого читателя берет вот так вот за грудки и заставляет делать, что хочет. Вот с Обломовым ровно такая же история. Нет в мировой литературе другого романа, главный герой которого на протяжении первых двухсот страниц не вставал бы из дивана. С этим можно сравнить, наверное, по дерзости, но вот только этот психоделический тоже абсолютный эксперимент, такой клаустрофобный. Помните, я забыл название. Помните, недавний американский фильм, все действие которого происходит в гробу. Помните, да, там солдат, спрятанный американский в Ираке, находится в гробу, у него есть телефон, и в гробу есть змея. И вот между телефоном, змеей, его переговорами, там, пожаром, зажигалкой и там, все время, происходит полтора часа действия. И как-то режиссером удается держать наше внимание. Вот автор Обломова держит наше внимание на романе, в котором событий практически не происходит. Ну и сюжет Обломова можно предсказать в одной фразе. Ленивого толстеющего человека, пытаются обмануть его сомнительные друзья, после чего добрый друг его спасает, но зато уводит у него женщину. Вот в сущности весь сюжет Обломова. О чем писать шестьсот страниц, совершенно непонятно. Но мы попробуем сейчас разобраться с тем, в чем, собственно, была Гончаровская, так сказать, сверхзадача. Почему он вдруг обратился именно к такому экстравагантному жанру, как гипнотический роман. Кто помнит дату окончания Обломова? Можно с места. Как? Сотдесят девять. Сотдесят девять публикации, да. Ну, в общем, он к пятьдесят восьмому году, он роман допечатал, в первом номере отечественных записок это появляется, в журнале Краевского, довольно умеренного направления. А сколько лет он писал этот роман? У него вообще все получалось в такой интересной прогрессии. Первый роман он писал четыре-пять лет. Как он назывался? Обыкновенная история. Обыкновенная история, совершенно не обейте, да. Кто знает, пусть говорит. Обыкновенная история. Второй роман он писал десять. И, соответственно, третий? Пятнадцать. Двадцать в геометрической прогрессии, да, еще вдвое дольше. И там уже настолько его возненавидел сам, что хотел на третьей части оборвать, но все-таки довел до конца. Так вот, те десять лет, на протяжении которых писался Обломов, носят название в русской исторической традиции так называемого мрачного семилетия плюс три первых года реформ. Давайте вы мне конкретно расскажете, что же такое мрачное семилетие. Даже, может быть, очертите его границы. Это сорок восьмой, пятьдесят пятый год. А почему сорок восьмой? Вот это очень интересно. Революции в Европе. Революции в Европе. Совершенно верно. Мы с вами тоже сейчас живем в довольно мрачное семилетие, которое отмечено какими революциями? Арабская весна. Совершенно верно. Страх перед внешними, перед чужими революциями всегда порождает в России довольно мрачный внутриполитический фон. Давайте вспомним, чем характеризовалась эпоха сорок восьмого года, прежде всего. Помню я Петрашевского дела. Нас оно поразило, как гром. Даже старцы ходили несмело, толковали негром конем. Помните? Что такое это Петрашевского? Это из знаменитой сатиры Некрасова недавнее время. И то он не сумел опубликовать эти строчки. Что там произошло с делом Петрашевского? Разгром революционерского кружка. Насчет кружка революционеров это храброе заявление. Давайте поясним, что там делали эти революционеры в этом кружке. Ну, выступали против власти. Как это они против него выступали, интересно? Готовили заговор. Это вот Николай так полагал, что они выступают против власти. Но на точку зрения Николая Павловича, я думаю, мы остановиться не будем. Что они там делали, собственно? Дискутировали. Во-первых, они дискутировали в основном о Сен-Симоне и Фурье. То есть о тех, кого весьма условно можно назвать коммунистами утопического склада. Были у них какие-то планы свержения государственной власти? Нет. Близко не было, да? За что Достоевский, главный наш Петрашевец, наиболее известный, сел. И помните, он был приговорен сначала к расстрелу, потом расстрел заменили 10 годами каторги, потом 4 годами каторги. Но за что, собственно, 4 года в мертвом доме провел несчастный эпилептик Достоевский, который вернулся оттуда тяжело больным человеком. Призывал к восстанию, что он, может, ругал Николая, обнажался ли убийственный кинжал. Что он сделал? Он прочел письмо Белинского к Гоголю. И за это получил свои 10 лет, из которых 4 было на каторге, а потом еще солдатом, а потом еще пораженный во всех правах состоянием, он добивался, умолял, да, решение, чтобы его в Петербург пустили обратно, и сначала не пускали. Стихи ему пришлось написать. Вы можете себе представить, Достоевскому пришлось написать верноподданнические стихи, чтобы его простили. Мрачное семилетие Николая характеризуется тем, что русская литература в это время молчит. А более всего молчит, потому что молчит русское общество. И это абсолютно естественная вещь. Молчание русского общества, оно связано, прежде всего, даже не со страхом. Страх – вещь преодолимая. Вы знаете, что страх может порождать великую литературу. Примеры литературы, порожденные страхом, мы можем привести? Произведение Ахматовой. Ахматовой, безусловно. И «Реквием», отчасти поэма «Безгероя». Ну, это даже не страх, это уже страх зашкаливающий. И ненависть такая. А вот в европейской литературе, это к десятых, двадцатых годов, кто главный поэт страха? Главный вообще писатель кошмара? Кавка. Молодца! Конечно, Кавка. Вот действительно настоящий поэт страха. В русской литературе мы можем найти примеры литературы, там, допустим, страхом порожденной. Это старуха Хармса, пожалуйста. Какой кошмар, да? Ужас. А вот русская литература в это время поражена не то, что страхом. Она поражена полным отсутствием новостей, полным отсутствием реальности. Помните, почему Гоголь не смог написать второй том «Мертвых душ»? Его не о чем было писать. Вся наличная реальность уже каталогизирована. И в результате ему приходится писать каких-то героев будущего, которых он угадал довольно точно во втором томе. Угадал он Обломова, как его там фамилия? Тентетников. Кстати, маниловские черты есть в Обломове. Угадал он довольно точно Уленьку, Тургеневскую девушку. Угадал генерала Бетрищева. Угадал, безусловно, Левина, который у него называется Костанжогла. Почти все типы угаданы, но они еще не действуют, их еще нет. И даже есть какие-то намеки на Базарова будущего. Но пока еще этого всего нет. Так вот, Обломов пишется о том состоянии литаргического сна, в который общество погружено. Речь, конечно, не только и не столько о конкретном Илье Ильиче Обломове, генезис которого очень многие, для меня неожиданно, многие школьники возводят к другому Илье, который все время лежал. Что же это за Илья? Илья Муромец. Муромец, который сколько лет провел там на печи? 30. 30 лет и 3 года. И примерно в этом же возрасте, ну в 35-37, мы застаем Обломова. На самом деле я не думаю, что Гончаров это имел в виду, но вообще для русского сознания очень характерна вот эта вот история. Долгий сон, долго запрягают и потом быстро ездят, как сказал о русских Бисмарк. Так вот, как раз состояние общества, которое понимает, что ему следует проснуться, потому что оно во сне все глубже к пропасти сползает и не может проснуться. Вот это состояние ловит и фиксирует Гончаров. Гончаров. У нас в литературе, в литературной критике такой устоялся образ Гончарова, как человека нерешительного, тоже вялого, ленивого, сонного, чрезвычайно ипохондрического склада, одержимого какими-то странными фобиями, типа того, что все писатели у него крадут сюжеты. Но это не так, на самом деле. Как многие люди флегматического такого склада, он невероятно зависит от эпохи. Невероятно зависит от того, что происходит на дворе. Он вообще очень зависим от чужого мнения, болезненно, отсюда его постоянные обиды на критику. Он очень зависит от людей, с которыми общается. И страшно болезненно, вот просто как приемник такой, он реагирует на дух времени. Поэтому, скажем, обрыв, который написан 10 лет спустя, там, и 20 лет он еще его писал, это книга совершенно другого типа, совершенно не обломовская, а очень динамичная, очень нервная, такая возбудимая, как райский, все время как райский, главный герой тоже отвлекающийся на что-то. Книга очень зависимая от эпохи. А вот, ну, он действительно как радиоприемник, такой невероятно чуткий. Обыкновенная история, кстати, прекрасно выражает дух 40-х годов с их таким романтическим, наивным, прекраснодушием с кружком Грановского и так далее. Вот Обломов абсолютно точно фиксирует вот этот ленивый вечный сон. Я думаю, что очень многое там восходит в цитате из «Блаженного Августина» из «Исповеди», где сказано в седьмой книге, что «Господи, я был тогда как человек, который долго спит, хотя знает, что лучше для него проснуться. И чем больше он это знает, тем глубже он впадает в сон, и во с ней там цепенеет, и коснеет, и сползает к смерти». Ну, долгий такой пронзительный совершенно абзац. Но там действительно вот так я был перед лицом твоим. Я мог бы уверовать в тебя, но вместо того я продолжал спать каждую минуту. Так и Обломов. Он понимает, что его засасывает бездействие, но ничего не может сделать. В чем, собственно, психоделический пафос романа и почему, так сказать, его можно назвать психоделическим. Ну, давайте рассмотрим сон Обломова. Ну, прежде чем мы его рассмотрим, тут важно вот что еще понять. Понимаете, скучная книга, она может иметь свою такую тайную цель. Скучная, она же намеренно скучная, и не просто так. Мы потом убедимся в обрыве, что когда Гончарову надо, он пишет очень увлекательно. И более того, в романе много событий, много фигур. Даже готика такая появляется. Заброшенный дом, в нем таинственная готическая красавица, которая никогда прямо не отвечает ни на один вопрос. Странная девушка Вера. Появляется роковой злодей Марк Волохов. Вообще, когда ему надо, Гончаров умеет быть вполне традиционно, литературно увлекательным, написать хороший усадебный роман. И даже обыкновенная история не такая уж скучища. А вот Обломов скучный. Как, по-вашему, зачем нужна эта скука, эта сонность? Чтобы было какое-то нагнетение постоянно. Нагнетение, конечно, тяжести. Ощущение, да. И чтобы мы вместе с героем главным как бы погружались. Впадали в это ощущение. Да, совершенно верно. В Обломове время не движется. Понимаете, там всю середину романа, тоже 200 страниц, составляют метание Ольги, во время которых она никак не может никуда повернуться, никуда прийти. Все. Или Штольц, или Обломов. Или Обломов, или Штольц. Штольц хороший, в нем нет ни грамма жира, одни мускулы, и он все умеет делать, и он карьеру делает, и с ним будет мне надежно. А вот Обломов добрый, и я его люблю, и вот что мне важнее, любить Обломова или строить свою жизнь? И она 200 страниц об этом думает. И Россия тоже так же мучительно думает в это время, а может быть, мне надо Штольца, а может, Обломова, а может, мне вообще надо Базарова. Но как-то вот не может решиться ни на что. Скука, она имеет как раз вот то самое гипнотическое, психоделическое, если угодно, забалтывающее, забарматывающее значение. Вы не можете заснуть, потому что приходится читать, но вы и не вполне бодрствуете, когда вы читаете Обломова. Вот классический пример гипнотической техники. Это как раз в начале сна Обломова. Нам сначала долго рассказывают. Вот снится Обломову прекрасная местность. Что же ему снится? Может быть, море? Нет, не море. Зачем море? Оно вечно буйствует, и человеку там неуютно, и страшные ревущие валы вокруг него. Бог с ним совсем. Не море ему снится. Что же ему снится? Может быть, ему снятся горы. Горы с их одиноким холодным простором, с птичьими криками, с безднами. Нет, тоже неуютно тут человеку. Бог с ним совсем. Может быть, ему снится лес. Все это больше всего напоминает классическую технику гипнотизера. Вы лежите на солнечной поляне, ваши руки тяжелеют, ваши пальцы тяжелеют, вы засыпаете. И после этого вам начинают внушать то, что вам должно быть внушено. Например, не пейте водки, или займитесь спортом, или измените свою жизнь и так далее. Вот ровно этим занимается Гончаров. Зачем нам знать про море и горы, если действие происходит не в море и не в горах? Но долгие ритмические гипнотические повторы вводят нас в своего рода транс, когда мы готовы поверить в любую ерунду. И эту любую ерунду он начинает говорить очень быстро. Начинается пространство, в которое поверить нельзя. Если главное событие в Обломовке это то, что там однажды видели мужика, лежащего в канаве, и 20 лет все вспоминают, как видели в канаве незнакомого мужика. Может такое быть? Нет. Абсолютно исключено. Русская жизнь, особенно крестьянская, она довольно-таки полна событиями. То пожар, то потоп, то эпидемия. Нет, в Обломовке ничего этого не происходит. В Обломовке 20 лет шатается крыльцо, а при попытке его починить, оно немедленно рушится. В Обломовке 20 лет может стоять забор, потом на него падает дерево, его пытаются починить, и он тоже рушится немедленно. Любое вмешательство в жизнь в Обломовке кончается катастрофой. А все вот в этом сонном оцепенении может длиться вечно. Люди ничего не делают. Они, помните, там, да, в осне Обломова даже сказано, что они понятия не имеют, что где-то есть какая-то Москва и какой-то Петербург. Они знают о них теоретически, но где они находятся, не могут себе представить. И вот, собственно, вся эта история, которая начинается, строго говоря, начинается со сна Обломова, а заканчивается таким удивительным апофеозом, портретом всей спящей России, она ни на секунду недостоверна, она нереалистична. Но в трансе мы готовы поверить всему. Можно даже задать себе достаточно прямой вопрос. Можно назвать Обломова, в принципе, реалистическим романом? Скорее нечем, да. Конечно, нет. Конечно, нет. Это притча. Потому что если бы реальный Обломов лежал бы на своем диване, он бы через 10 лет опустился полностью, он превратился бы в абсолютно гоголевского Манилова, у которого разжижение мозгов уже полное. А мы говорим, что Обломов самый добрый, самый чистый, что он сохранил свою хрустальную душу. Более того, под действием любви к Ольге, он умудряется встать с дивана. Почему же мы не называем Обломова реалистическим романом? Да потому что сама идея реалистической прозы, она глубоко чужда Гончарову. Он ненавидит социальный реализм. И если вы помните, в первой части романа Обломов на эту тему высказывается сам совершенно определенно. К нему приходит журналист с говорящей фамилией. Читали, все читали, удовольствие получали, да? Обратите внимание, что вообще в романе все фамилии говорящие. Ольга, как там ее фамилия? Ильинская. Почему она Ильинская? Она ему принадлежит, она ничего не может с собой сделать, она ему должна достаться, да? Штольц, что такое по-немецки? Гордость. Гордость, чванство, конечно. И он очень хорошо проводит эту мысль. Он Штольц это в душе не любит, мы это понимаем. Более того, у Штольца какие глаза? Зеленоватые, зеленые. Такие глаза обычно бывают у кого? У дьявола. У дьявола, у ведьмы, и не будем забывать, что Штольц немец, а Мефистофель тоже немец, как мы помним с вами, да? Фаустианская эта тема здесь, конечно, есть. Штольц соблазнитель такой, да? И что особенно важно, все абсолютно гости, которые посещают Обломова, имеют говорящие фамилии. Как фамилия коллеги его сослуживца, который говорит, что служба бессмысленна, что все зависит от случая, попадания в случай. Судьбинский. Все зависит от судьбы, а не от способности. Вот смотрите, вот лежит Обломов в центре романа, а вокруг него по своим орбитам носятся другие герои. Ну, как солнечная система такая, солнце неподвижно, да? И вот летает вокруг него Судьбинский, летает вокруг него Тарантьев. Что означает Тарантьев-то? Он много тарахтит, и кроме того он... Тарантул. Тарантьев, конечно, готовится укусить, и он и планирует против него, собственно, все главное, да? А вот такой вокруг него летает журналист Пенкин. Почему он Пенкин? Ну, только поверхность какая-то. Поверхностный, конечно. И вот эта поверхностная пенка, а на поверхности всегда все самое глупое, дешевое. Вот эта пенка летает, приходит к нему и говорит, ой, слушайте, сейчас какое готовится потрясение в литературе. Выходит эпическая поэма не хуже Данта. Называется «Любовь взяточника к падшей женщине». Ну, такой своего рода действительно такой Навальный, да, «Любовь взяточника, разоблачение взяточника». И тут Обломов неожиданно для нас вскакивает с дивана и начинает пылко... Ну, не вскакивает, конечно, совсем, а садится на нем. Это для него уже очень сильное движение. И начинает рассказывать, ну, нет, я не верю, зачем мне это? Что вы мне показываете бездной? Вы мне покажите человеческую душу живую, а разоблачение ваше ни к чему не ведут. Все это на поверхности. Вы мне покажите движение человеческого сердца. Вот он произносит этот монолог, и в нем, конечно, очень многое от отношения самого Гончарова к начавшимся в России прогрессистским реформам и к прогрессистской литературе. Ведь он в «Современник» не понес же роман, хотя у него очень просили. Более того, видите, какая плюха прилетела Некрасову. Главному социальному поэту эпохи прилетает любой взяточник к падшей женщине. И он ниже у Некрасов не обижается, он же, прежде всего, журналист гениальный, да? Он прощает, более того, появляется в «Современнике» ультрахвалебная статья Добролюбова. Что такое «Обломовщина»? Да, статья, которая, собственно, и ставит обществу вот этот социальный диагноз. Но поверхностные социальные разоблачения в самом деле Гончарова не интересуют. Он не пишет реалистической прозы. Он пишет притчу. И в этой русской притче, в притче о русской лении, он разбирается, конечно, с собой. С собственным главным пороком. Вот с этой сонливостью, с невозможностью действия. И не случайно в конце романа появляется автор. Помните, с пухлыми флегматичными губами господин, сонные серые глаза. Штольц там проезжает мимо церкви, видит Захара. И вот как раз этот автор спрашивает, а что же за болезнь сгубила Илью Ильичу? Что за болезнь, говорит Штольц? «Обломовщина». И он рассказал, что вы прочитали. Это роман, конечно, о собственном пороке. Но так всегда получается, что русский писатель, берясь за текст, берясь за борьбу со своим пороком, неизбежно окончает тем, что этот порок полюбляет. Знаете, вот это странная, на самом деле, история. Но история вообще такая глубоко литературная. Потому что вообще, когда писатель что-то пишет, он должен это любить. Это не только русская, на самом деле, история. Но вот там, скажем, Джек Лондон написал роман о том, как он боролся с алкоголизмом. Называется «Джон. Ячменное зерно». Первое желание после этой книги – страшно выпить. Обязательно, немедленно. Потому что с аппетитом написано, да? Уильям Стайрон написал «Зримую тьму», гениальную повесть о депрессии. Где депрессия описана так соблазнительно, что немедленно хочется в нее впасть. Хотя бы для того, чтобы потом излечиться. Толстой написал Крейцерову сонату для того, чтобы разобраться с половой любовью, с похотью, с семейным бытом. И написал так, что немедленно как-то хочется действительно после этого жениться. Ну, просто потому что то, с чем так борются, не может быть плохо. Ну и так далее. Гончаров написал обломово, чтобы преодолеть свою инерцию и лень. А получилось, что он ее оправдал морально. Как же он ее оправдал? Какие есть догадки? Ну, неоднократно повторяется то, что душа обломово, она ничем не затронула. Крустальная, да. Крустальная, да. Крустальная душа. Да, что он смог сохранить себя. Так, еще. Ну, пускай он и ленивый, пускай он лежит на диване, но он, тем не менее, мыслитель, мудрец. Он, можно сказать, вообще, что он мыслит мир, что он удерживает мир своим мышлением, своим пребыванием на этом диване. Помните, кстати, вот у Александра Житинского был замечательный такой классический рассказ, что в одном учреждении работал лентяй. Каждый день он выходил курить, долго стоял, перекуривал там около майонезной баночки с сигаретами, да, и упирался плечом в стену. И у него на пиржаке образовалось белое пятно от этой стены. Наконец, его уволили, а через день стена упала. Вот это гениальная русская правда. Не надо слишком много делать. Ведь в Обломове содержится не просто оправдание бездействия, там содержится еще и поругание действия. Потому что, давайте вспомним, Судьбинский работает, Судьбинский все время служит. Есть от этого толк какой-нибудь? Нет. Близко нет, да? Все время суетится Тарантьев. Есть смысл какой-нибудь? Более того, вот Штольц сделал карьеру. Мы можем сказать, на чем Штольц сделал карьеру. Мы даже не знаем, что он делает. Больше вам скажу. Помните сцену, когда все-таки Штольц, как сегодня бы сказали, разруливая Обломовскую ситуацию, вызывает к себе братца Пшеницкого, и вызывает его какой-то генерал, и начинает на него топать ногами и орать. Так ведь Штольц просто знаком с этим генералом. По дружбе, грубо говоря, по блату он все это разруливал. То есть, в России нет осмысленной деятельности. Самые страшные слова по этому поводу, и самые честные, Кончаров сказал в обрыве. Помните, когда в самом начале райский хочет служить, а потом понимает, что вся эта служба нужна только для того, чтобы занять 50 тысяч человек, которых без этого некуда было бы девать. А если бы не надо было их занимать, то и службы этой бы не было, и государство ничего бы от этого не потеряло. Вот у Кончарова страшная ненависть к любой государственной деятельности, потому что он понимает всю ее бессмысленность. А почему он ее понимает? Да потому что изнутри он ее знает, потому что он 10 лет проработал цензором. Кстати, много от него натерпелось печать. А до этого он, что еще ужаснее, он был в отделе внешних сношений, внешней торговли, переводчиком, и некоторое время был секретарем адмирала Путятина. И даже там, в этой, в общем, деятельной, горячей такой жизни, не находил никакого смысла. Нет в России смысла что-либо делать. И в результате обломов этот роман о том, что если ты лежишь на диване, может быть, ты более прав, чем все они. Вот это страшная мысль. А она проникает в наше сознание тоже незаметно, тоже таким психоделическим образом. Но, в общем, иногда лучше опуститься, чем вместе с ними подниматься. Вот как это не ужасно. Больше того скажу. Если попробовать нас спросить, что это за болезнь обломовщина? Если у него все фамилии так наглядные, то что означает фамилия обломов? Это, ну, буквально обламывать. Обломался. Обломался, да. Человек, которого обломали. Да, существует замечательная школьная шутка о том, что и третий роман Гончарова, обрыв, следовало бы называть облом. Почему? Потому что райский любил Веру, но обломался. Вера выбрала Марка Волохова, и там же на обрыве ему и отдалась. Так вот, что интересно на самом деле. Ведь болезнь обломовщина – это, как мы понимаем, не физическая и не социальная и не нервная болезнь, а это всего лишь отсутствие мотивации. Ну, незачем жить, незачем вставать с этого дивана. Нечего здесь делать, понимаете? Вот помните роман Чернышевского «Что делать?». А этот роман мог бы с полным правом называться «Делать нечего». Ну, нечего, ну, нет мотивации для того, чтобы чем-нибудь заниматься. Вспомните, «Обрыв» читал, кстати, кто-нибудь? Один человек читал. Молодца. В чем главная проблема райского героя «Обрыва»? Он не может найти чем заняться. Да, не то, чтобы труд упорный ему был тошен, как Онегин. Нет, он прекрасный художник, он может писать, он может не только живописи, но и литературой заниматься, он артистичная натура. Он за все берется горячо, он очень хорошо на военной службе преуспевал. Нечего делать, нет смысла. Если начнешь что-то делать, отберут, как отберут любой бизнес, да? Надо слишком много выполнять нечеловеческих правил, нет мотивации шевелиться. И в этом смысле «Обломов» — это диагноз не «Обломову». Это диагноз обществу, в котором любая деятельность приводит либо к утрате своей души, либо к пустому толчению времени, да, к пустому толчению его вступе. Вот еще есть одна там очень интересная героиня, и здесь мы как раз вплотную подходим к проблеме «Был ли счастлив обломов». С Ольгой Ильинской у него, конечно, ничего не получилось, и не могло получиться. А вот получилось у него с Пшеницыной, которая в сущности что символизирует, что означает собой «пшеница» в ее фамилии? Русские корни, можете сказать. Ну, русские корни есть у всех, кроме Штольца, да? А что еще? Ну, простая жизнь какая-то. Злачная жизнь, кормовая, да? Пшеница, плодородие, хлеб, доброта, все это в ней есть. Но есть и злачность. И вот, обратите внимание, у меня один школьник когда-то писал замечательное сочинение, сам придумал тему символика еды в обломове. Давайте вспомним, какую еду ест обломов сначала. Он, влюбившись в Ольгу, даже позволяет себе белое мясо, виноград, трюфли. И Захару приходится бегать на рынок, покупать дорогие вещи. Он все время ропщет. Помните, да? А что, собственно, с чем появляется пшеницына? Ей же сразу сопутствует конкретная еда. Что она несет? Кулебяка. Кулебяка. Причем кулебяка с чем? Это пирог с требухой. А у Гончарова всегда очень значимо все. Требуха, внутренности, чрева мира. Вот эта плоть его поглощает и засасывает. И он, собственно, в ней до некоторой степени растворяется. И ужас вот этой вот плоти, которая поглощает его и жрет, это нагляднее всего явлено в образе пшеницыной. Счастлив ли обломов, проваливаясь в эту плоть, в эту требуху, в это чрево? Да, наверное, счастлив. Он и умирает, если помните, от ожирения сердца. Именно сердце самое дорогое в обломове, самое чистое. Но вот случилось ожирение сердца. Долежался. Нет больше возможности реагировать на мир. Нет больше души. Ее жир съел. И вот это ощущение того, что он проваливается в чрево, на последних ста страницах романа необычайно отчет. И дети завелись, понимаете? Но когда Штольс его видит, он, как же ты опустился? Как ты поглупел? Он буквально этого не говорит, но он видит вот этот ужас страшного опрощения. Ведь перед ним же в сущности когда-то образованный, когда-то умный и тонкий человек. Нет. Все съело вот это чрево. Поэтому Гончаров, сколько бы он не желал оправдать собственный порог, он должен понимать, чем это заканчивается. Да, может быть, обломов себя и сохранил, но вместе со всей этой своей сохраненной душой он провалился в болото. Мы скажем два слова про обрыв, потому что обрыв, хотя книга и многословная, и самая длинная у Гончарова, и, пожалуй, тяжеловатая в некоторых отношениях, но, тем не менее, как пророчество о русской судьбе, она самая главная. Именно как пророчество. Остальные литераторы, ведь, как вы понимаете, они не особенно занимались предсказаниями будущего, разве что у Достоевского находим мы в бесах нечто такое. А вот обрыв, он очень точно рисует картинку. Там, если вы помните, а вы не помните, ну, вы прочтете, он увлекательный довольно. Вот в этом саду, старом, запущенном, прекрасном саду, аллеи постепенно сливаются с лесными тропами. Ты идешь пока еще по нормальной садовой барской аллее, и вдруг замечаешь, что она переходит в лесную тропу, а ухоженный сад вокруг тебя в лес. И эти тропинки выводят к обрыву. Это гениальное пророчество о том, что в стране, где не чистят дорог, где не занимаются хозяйством, где не думают о нем, рано или поздно будет вот этот обрыв. А что там произошло у обрыва? Почему обрыв такая страшная символическая картина, готическая? Почему все боятся к этому обрыву ходить? Там муж убил свою жену. Муж убил жену, любовника. А, и сам... Горло себе над ними перерезал. Такая типичная американская трагедия. Кстати говоря, обрыв, заброшенный дом старый, трагедию его сопровождающую мы чаще всего находим в американской просьбе. Убить пересмешника, помните дом Страшилы, да? Другие голоса, другие комнаты у КПТ. У Кинга черный дом всегда стоит, и в самом романе черный дом, и в Сальмовом уделе, и так далее. Всегда в американской литературе «Мрачный запущенный дом, заглохший, где произошло убийство». Вот здесь Гончаров как-то угадал будущую мировую готику. Вообще русская литература много ноу-хау открыла. И вот, что самое здесь удивительное, что к обрыву рано или поздно выходят все, кто не следит за своей жизнью, кто не чистит своих дорожек, кто запускает свое имение. Вообще запущенное имение – это самая любимая и самая больная гончаровская тема. Помните, Обломов страдает из-за того, что он с имением не может разобраться, да? Вот точно так же в обрыве бабушка-старуха Татьяна, замечательная вот эта, держит имение, а понимает, что после нее некому будет этим заниматься. И райский скорее торопится это имение спихнуть с рук, отдать его Марфеньке и Верочке. А у кого дача есть у кого-нибудь из вас? Есть, да? Кто-нибудь что-нибудь делает на этой даче? Да. Да, что? Сад. Сад? Да. И вы этим занимаетесь? Периодически. Или этим занимаются специально нанятые гастарбайтеры? Нет, мы занимаемся. Сами? Да. Ну молодцы. Да, у вас все будет в порядке. Я честно вам скажу, что для меня вот дача – это абсолютная святыня. Я понимаю, что ее нельзя продать, нельзя запустить, ею надо заниматься. Хотя, по большому счету, я там не живу. Я там почти не отдыхаю. Если у меня есть возможность две недели в году отдохнуть, я еду все-таки к морю, в Крым. Но я понимаю, что дачей надо заниматься. Потому что иначе она зарастет, дом провалится, дорожки треснут, и все будет не то. И я трачу на это и деньги, и время, и силы. Хотя мне это совершенно не нужно. Ну просто это такая святыня детства. Вот по Гончарову надо возделывать эти поместья, эти крошечные островки собственности. Если каждый займется этим куском земли, то все будет по-человечески. Но все герои – это их главный нервный бзик такой, что райский, что обломов. Все они мучительно не хотят этого дела. Но это им не нужно. Это их только тормозит. И они бы вообще из Петербурга не выезжали. Ну вот работать на земле нет желания. Земля как бы их отторгает. И в результате все скатывается к обрыву. И как это ни ужасно, но Гончаров в своем пророчестве оказался прав. Этот обрыв в русской истории настал. Тот самый обрыв, где нигилист и законченный подонок Марк Волохов все-таки овладевает верой. Вот этой странной, такой молчаливой, загадочной душой России. Как бы мы не любили обломова, как бы нам не нравился его халат и диван, мы должны понять, что на этом диване, в этом халате он стремительно сползает в бездну требухи. И рано или поздно она его накроет. Если у вас есть какие-то вопросы, то давайте их обсуждать. У меня есть вопрос. Я заметила, что вы полагаете, что Ольга все-таки любила обломову по-настоящему. Ну, а как, конечно? Ну, вам не кажется, что она в романе с Обломовым больше любила себя? То есть она пыталась его как-то вытащить из его... А, то есть она любила свою социальную роль относительно его? Значит, мальчики и девочки, зададим себе честный вопрос, да? Любим ли мы, как правило, кого-то или любим мы себя рядом с кем-то? Будем откровенны. Особенно женская часть аудитории это понимает. Женщине вообще очень нравится хлопотать вокруг мужчины. Как по-вашему, почему? Ей хочется, чтобы к ней относились так, как она хочет. Ну, конечно, она лепит модель отношений, разумеется. Видимо, действительно, люди вообще любят другого и хотят, чтобы к ним как-то относились из любви к себе, а не из любви к себе. Вот в этом-то заключается самая главная трагедия. Чаще всего любят не другого человека, а любят себя рядом с ним. Я не знаю, так ли это в случае Ольги, но тут вы, видимо, исходите с какого-то глубоко личного опыта, который мне, слава богу, неизвестен. Но я допускаю, что Ольга любит Илью Ильича. Но то, что ей нравится вытаскивать его из болота, это тоже безусловно. Женщина любит чаще всего... Сейчас ужасную вещь сейчас скажу, и вы ее забудете немедленно. Женщина любит чаще всего не мужчину, а свою социальную роль около него. Вообще свою роль около него. А иногда это, простите, бывает формой власти. Когда она хлопочет вокруг вас, только чтобы вами завладеть. Пшеницына что, любит Обломова? Пшеницына любит требуху. Пшеницына и есть требуха. И ей нравится его засасывать, его поглощать. Я бы хотел с вами не согласиться... Да слава тебе, господи! Мне кажется, что Пшеницына тот персонаж, который, пожалуй, во всем романе, да и во всей литературе по-настоящему любит. Потому что в своей любви она даже не задумывается о том, что она любит. А, ну то есть, что у нее мозгов нет, поэтому она любит, условно говоря. Нет, я не об этом. Ну о чем? Просто ее отношение не оправданно мыслью, то, что вот я его люблю, поэтому... Просто ты, она же естественный человек, растет как злак, да, как пшеница. Может быть, может быть. Мне кажется, это истинно. Может быть. Знаете, Искандер когда-то очень хорошо сказал недавно сравнительно, что в русской литературе люди высокой нравственности почти всегда люди поврежденного ума, сформулировал он. Это, наверное, так и бывает. Пшеница не умна, конечно. Пшеница очень проста, но она вся в этой любви растворяется. Может быть и так. Да, еще вопрос. Да, пожалуйста. Я хотела бы спросить. Мне кажется, что все-таки Гончаров достиг какой-то цели, написав Обломова, поскольку, я думаю, что не только у меня после прочтения возникло ощущение отторжения и того, что так жить нельзя. И вот эти черты апатии, какой-то лени, вот нерешительности есть в каждом из нас. Есть, достиг. Но вот вопрос. Он, конечно, заклеймил тип, он, конечно, его обозначил, но можно ли сказать, что он его победил, что он его преодолел? Нет. Ну, скажите, ведь мы не обязательно должны его преодолевать, то есть это его главная задача писателя привлечь внимание к тому, что такое есть. Ну, Герцен еще говорил, да, мы не врачи, мы боль. Да, можно сказать и так. Вот Горький, например, заклеймил Самгина, и Самгин не то, что перестал существовать, но ему стало труднее Самгину. Самгину стало труднее выдавать себя за хорошего человека. А Толстой разобрался с Долоховым, и Долохову стало труднее позиционировать себя как сверхчеловека. Я уж не говорю про Базарова. Обломов, это не тот роман, который может эту болезнь победить, но я боюсь, что эта болезнь в России вообще непобедима. Вот давайте посмотрим вокруг себя. Вы вокруг себя Обломовых знаете? Это большая часть населения России. Да, это большая часть населения, причем они не обязательно лежат на диване, у них нет дивана. У них уже нет возможности жить за счет имения. Они просто ничего не делают, они в сущности не живут. Посмотрите, какое количество так называемого среднего класса просто бездельничает в принципе. А дауншифтеры, знаете вы это понятие, да? Сколько Обломовых живет на Гоа? Но только у них вместо дивана Гоа, а вместо Захара какой-нибудь местный рикша, да? Что они там делают? Они там закаты смотрят, а в Москве квартиру сдают, и это их имение, приносящее им что-то. А что такое дауншифтер вообще в переводе? Сменить что-то, отказаться как бы. Причем сменить в минус, да? Это опускатель, опускалово такое, да? Дауншифтинг. Перепозиционирование себя вниз в дословном переводе, да? Шифт это положение. Так вот, ужас-то весь в том, что этот дауншифтинг, это явление тотальное и в русском обществе сегодня хвалимое. Уважаемые, а зачем мне здесь жить и работать, если я могу на доллар в день существовать на Гоа? Почему нет мотивации, нет желания действовать? Вот вы знаете, наверное, этот гениальный анекдот, когда собираются казнить человека на электрическом стуле, подводят его к стулу, а он туда не влезает, потому что очень толстый. Его сажают на диету. Сначала на очень жесткую, потом на совсем жесткую, потом на хлеб и воду. Подводят к стулу, он не худеет. Слушай, как тебе это удалось? Мотивации нет. Понимаете, вот так и здесь. Вот у русского человека нет мотивации работать, поэтому он умудряется титанические усилия предпринимать, чтобы не работать. Может быть, он придумал себе, что эта работа погубила бы его жизнь, может быть, что она погубила бы его душу, но он действительно не любит работать. Он таким образом сохраняет свою душу. Я считаю, что некоторые люди живут в состоянии плана, даже если они, предположим, хотят чего-то в этой жизни. Есть в моем окружении... В состоянии плана вы имеете в виду какой план? Я имею в виду даже каких-то творческих планов. А, я понял. Планом называется еще что? Да. В состоянии этого плана они не живут, я надеюсь. Да. В состоянии плана это очень точное определение. То есть в состоянии проекта, да? Да. То есть в их голове вроде есть какой-то действительно какой-то проект жизни, какие-то, может быть, даже творческие способности, которые они хотят реализовать рано или поздно, но рано или поздно никогда не наступает. И они вечно... Ну, знаете, вот у Сергея Соловьева, который замечательный режиссер, который очень долгое время боролся с личной апатией, у него на потолке долгое время было написано «Завтра я начинаю новую жизнь». Каждый день просыпаюсь, он видел надпись «Завтра я начинаю...» Ну, слава себе, господи, еще не сегодня, еще можно пожить, да? Точно так же и здесь. Жизнь в состоянии плана, она, наверное, естественна для русского человека. Скажу вам больше. Вот случается вам наверняка прийти к врачу иногда, да? Или обратиться к полицейскому. И вы всегда чувствуете неловкость от того, что вы их отвлекаете от какого-то важного дела. Или продавца в магазине, когда вы не можете докричаться. Они чем-то заняты более важным, чем лечение, обслуживание, все. Они сосредоточены на чем? Может быть, они мыслят мир, как обломов. Может быть, они его удерживают в абсолютном равновесии идеальном. Но так или иначе, вы не можете их отвлечь на себя. Ваши дела слишком мелочные, слишком ничтожные, чтобы эти прекрасные люди занимались вами, да? Вот поэтому у русского человека есть одно главное дело лежать и вот так вот смотреть куда-то, от которого нельзя его отвлекать. Потому что, думаю я иногда, если его отвлечь от этого дела, он может наворотить такого, что с этим потом не разберется весь мир. И может быть, в этом смысле, обломов, безусловно, русская национальная утопия, а не антиутопия. Запишите три темы сочинений по роману. Первое. Обломов во мне. Или, если угодно, мой личный обломов. Второе. Мой личный штольц. А штольц есть в каждом обязательно. Ну и, наконец, третье. Зачем в романе Захар? Вот об образе Захара вы не говорили совершенно. Вы о нем подумайте самостоятельно. А мы с вами увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Захар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...